Сегодня мы хотим поговорить про Data Management и Дон в Tableau, да, и вообще подход к Data Management, что вы можете получить вместе с этим пакетом, да, который вы можете добавить к своему серверу. Чем больше данных появляется на вашем сервере, тем важнее становится вопрос доверия к этим данным, да, данные должны своевременно обновляться. Мы должны понимать, откуда эти данные пришли, мы должны понимать, какие трансформации были применены ко всем этим данным. Традиционно на этапах всяких хранилищ данных, да, у нас есть ETL-процесс, который отвечает за все это, выстроены мониторинги. В аналитических тулах зачастую многие процессы обновляются вручную, там, или выполняются как-то иначе, без каких-то автоматических нотификаций. Data Management и Дон призван для того, чтобы повысить доверие к вашим данным, для того, чтобы вы могли нотифицировать ваших пользователей о соответствующих изменениях ваших данных. И для того, чтобы при масштабировании вашего сервера, чем больше у вас появляется новых источников данных, чем больше людей получают права создавать свои источники данных. Чтобы у людей, которые администрируют сервер, было тоже полное видение того, какие данные копируют друг друга, где у нас есть похожие источники, как отличаются калькуляции между этими двумя дашбордами, и могли легко и эффективно отвечать на эти и многие другие вопросы. Давайте начнем с первой части. Мы несколько лет назад, когда я еще тогда не была частью компании Tableau, я была частью заказчика Tableau, мы выпустили Tableau Prep. И это инструмент, который позволяет нашим бизнес-пользователям строить ETL-процессы, даже не зная, что такое ETL-процесс. Tableau Prep поможет вам визуально увидеть ваши данные, подготовить их, очистить какие-то вещи, реструктурировать их, и выполнять эти задачи легче в будущем. Я один раз строю трансформацию, и потом я подкладываю, не знаю, новые данные, новые файлы приходят у меня. Я могу просто перезапустить эту трансформацию вручную, и мой результат будет автоматически, не знаю, через 5 минут мне доступен, а не через 3 часа написания новых скриптов и других вещей. Tableau Prep сделан абсолютно по тому же принципу, которому сделано все в Tableau. Мы хотим, чтобы он был максимально визуально понятным. Поэтому у нас есть эти визуальные профили данных. Поэтому, когда я кликаю на этот профиль данных, я могу увидеть, какие записи находятся в этом конкретном элементе моей таблицы. И когда мы предоставили этот инструмент всем нашим креаторам, всем нашим владельцам лицензии Creator, естественно, появился спрос на то, чтобы запускать эти трансформации по расписанию. Для того, чтобы мы один раз построили эту логику, и уже вообще без какого-либо моего участия она применялась к новым данным раз за разом. И это стало первой частью нашего Data Management Adon. Для того, чтобы наши трансформации, которые были созданы нашими аналитиками, на сервере работали самостоятельно по расписанию, мы выпустили первую компоненту, которая называется Tableau Prep Conductor. Он создан для того, чтобы вы могли вашу трансформацию опубликовать на сервер, забыть про нее, и она сама каждый день в 9 утра выполнялась по расписанию перед тем, как мы открыли нашу аналитику. Это было связано абсолютно с большим запросом и с тем, что Tableau Prep и даже без этой серверной компоненты изначально получил очень большое распространение, все были в восторге, и, естественно, вручную все это запускать. Так же, как в начале нашей встречи было сказано, что, конечно, не хочется запускать все эти чудесные трансформации вручную. Но в связи с тем, что появился Tableau Prep Conductor, и наша логика в наших данных стала сложнее. До этого витрина Tableau обычно представляла собой достаточно простую бизнес-сущность. То есть это был либо один какой-то запрос к данным, либо несколько витрин, которые связаны друг с другом простыми джойнами. Когда мы представили Tableau Prep, перед нами встала новая проблема. Даже не проблема, а больше задача. Нам нужно понять, из каких данных мы получили данный результат. У нас есть колонка в нашей базе данных. Если я сейчас эту колонку поменяю, какие отчеты это повлияет? С усложнением нашей архитектуры данных нам потребовалось пойти дальше, и предоставить функцию, которая позволит вам мониторить всю эту логику внутри вашей BI-системы. И здесь мы представили Tableau Catalog, как ответ на этот запрос. Давайте перейдем сразу к демо-части, для того чтобы не тратить время на презентацию. И я покажу Tableau Catalog. Сейчас я нахожусь на моем табло-сервере, который мне доступен. Это просто наша демо-версия табло-сервера. В связи с тем, что мы разворачиваем наш Data Management Addon, у нас появляется новая вкладка, которая называется External Assets. Это наши внешние ресурсы. Если я перейду сюда, я одним взглядом могу, как админ, увидеть все базы данных, которые подключены к моему серверу. Я могу увидеть, что у меня есть три источника. Они все построены на моем Microsoft SQL сервере. На них основано большое количество рабочих книг и большое количество Data Source. Также я могу здесь одним взглядом увидеть, что этот источник данных у меня сертифицирован. Если я наведу мышку, я могу сказать, кем он был сертифицирован. Это сертифицированные источники данных. Значит, что есть человек, который мониторит качество данных, логику данных в этих источниках. Это значит, что если мой бизнес-пользователь зайдет и подключится к источнику данных на сервере, он может ему доверять. И также он может задать вопросы человеку, который за это отвечает. Я могу провалиться глубже. Я вижу, например, что этот источник данных у меня содержит много информации. На нем построено много разных источников. Я могу увидеть каждый объект в моей базе данных, который используется на моем табло-сервере, и также увидеть статистику по нему. Сколько рабочих книг, сколько источников данных у меня здесь подключено. И даже если я хочу добавить контактное лицо, которое отвечает за структуру какой-то таблицы, какого-то объекта, он легко сможет это сделать. Также я вижу здесь вот эти небольшие значки, которые для меня есть, которые что-то значат. Я могу кликнуть сюда и увидеть, что у меня здесь есть нотификация о том, что у меня в данной таблице находятся чувствительные данные. То есть если у меня, например, какой-то пользователь начнет что-то строить над этим объектом, он будет знать, что, возможно, здесь есть какие-то чувствительные данные. Это такой способ коммуницировать. Или если у нас есть какая-то проблема с нашей витриной, я хочу информировать всех моих пользователей, что в витрине данные задерживаются. Также легко могу это сделать. Давайте посмотрим. Представим, что у меня сегодня что-то случилось с моей базой данных, и я хочу найти всех владельцев контента, связанного с этой базой данных, и легко информировать их о каких-то ситуациях. Я могу перейти, выделить всех владельцев и отправить им легко отсюда, прямо из интерфейса e-mail, а из той информации, которая мне стала доступна, чтобы, например, все владельцы перенесли какой-то контент на новый объект, для того, чтобы все владельцы знали, что, например, сегодня данные придут позже и так далее. Кроме возможности нотифицировать владельцев таким способом, я могу оставлять так называемые Data Quality Warnings. Здесь у меня, видите, сейчас чувствительные данные, но я могу мой Quality Warning изменить с чувствительных данных, например, на то, что у меня здесь сейчас данные отстают от актуальных, и я могу легко сохранить дополнительные информации для моих конечных пользователей. Когда я сохраняю это, даже пользователи, у которых есть права только на просмотр рабочих книг, могут узнать о том, что те данные, на которые они сейчас смотрят, с ними, возможно, есть какие-то проблемы. Я могу перейти легко в рабочую книгу, перейти в My Original Assessment, рабочую книгу, открыть ее, и наверху увидеть Data Quality Warning, который нотифицирует меня о том, что с моими данными что-то не так. Возможно, мне потребуется узнать, да, возможно, мне потребуется вернуться к этим данным позже, обновить отчет в другое время и так далее и так прочее. Кроме того, что конечным пользователям предоставляем возможность получать эту информацию автоматически, админ может настроить это сам, также вы можете настроить обновление этой информации через API, да, соответственно, у вас уходит вот эта ручная нотификация пользователя о каких-либо изменениях. Но также у меня появляется новая вкладочка, которая называется Data Details. Соответственно, каждый пользователь, который работает с дашбордом, может узнать, на каких полях основан этот дашборд, и если у нас в Data Source есть описание этого поля, я могу узнать больше информации о том, какие данные использовались при создании этого дашборда для повышения уровня доверия к тому дашборду, с которым я работаю. Да, мой коллега что-то создал, я хочу знать, какая была за этим логика, какие показатели здесь были использованы, и я легко могу теперь получить эту информацию. Также Tableau на всех этапах добавляет так называемый Lineage Tool. Если мы вернемся назад в наш External Assets, Lineage Tool – это та часть, которую вы видите по правой стороне. И что я могу здесь сделать? Я могу увидеть, как мой flow данных, от базы данных исходной до конечного владельца каждого дашборда, каждого листа, как они связаны. Если, например, я вижу, что мой показатель выглядит странным, и я ожидаю, что, возможно, в моей базе данных произошли какие-то изменения, я могу легко найти, какая таблица в базе данных на этот показатель повлияла, и обратиться, например, к моему администратору базы данных, чтобы узнать, что происходит. И мы, соответственно, видим все этапы трансформации наших данных от самого первого шага до самого последнего, включая отдельные листы, отдельные дата-сорсы и отдельные дашборды, которые есть в наших рабочих книгах. Подскажите, пожалуйста, есть пока какие-то вопросы, возможно, комментарии, замечания? Пока нет. Кроме того, что Data Management Adon помогает нашим администраторам получать более хорошую видимость наших источников данных, например, я могу посмотреть над какой-то конкретной таблицей, сколько у меня создано разных дата-сорсов. То есть я вижу, что у меня над этим OrderFact создано 11 разных дата-сорсов. Я вижу, например, что некоторые из них дублируют друг друга, но лежат в разных папках или являются достаточно похожими. Я в этом случае могу принять решение о консолидации этого источника или еще что-то такое. Соответственно, у нас появляется более качественная видимость. Также мы уже посмотрели, что наш конечный пользователь может повысить свое доверие к данным за счет того, что он видит, на каких показателях построен дашборд, и может получать автоматические нотификации от владельца данных о любом изменении их состояния. Но, кроме всего прочего, когда у нас источников данных становится больше, становится вопрос, как мне найти тот источник данных, который для меня важен. Здесь я могу взять, создать новую рабочую книжку. И здесь я могу также увидеть ту статистику, которая поможет мне лучше доверять данным. Я вижу, что сейчас у меня над этими данными есть какой-то Data Quality Warning, что сейчас источник находится под обслуживанием, и на нем находится 96 workbook. Я могу попробовать поискать какой-то другой источник. Например, я хочу узнать мои данные продаж. Я могу выполнить поиск по названию моего источника данных, который я знаю, отвечает за продажи, и понять, что здесь у меня есть сертифицированный источник, ага, но он тоже находится под обслуживанием. И вот у меня, например, внизу есть другой источник, который сертифицирован, на котором сейчас нету никаких нотификаций об ошибках. Я могу легко к нему подключиться и начать его уже исследовать в моем либо веб-версии, либо даже в десктоп-версии, если я захочу. Оль, а по названию поля ты не можешь там поискать? По названию поля я могу поискать, например, если я выполняю какой-то поиск в моих External Assets, то я могу здесь искать, например, по разным тегам или... Денис, у нас же есть эти витрины бизнес-показателей? По идее, было бы круто как раз по ним искать. Я могу найти, видите, таблицы, например, которые у меня содержат поля категории. То есть у нас стандартный поиск, когда у нас Enabled Tableau Catalog. Он выполняет поиск тоже по нашим метаданам. И здесь я могу... У меня табло нашло для меня набор табличек и объектов, в которых это используется. И также даже в workbook, например, Profit by Category, Cluster by Category и так далее. И также, если у меня уже есть моя таблица, в ней есть поле категории, я могу узнать, что это поле используется в 90 рабочих листах на трех дата-сорсах. Я могу, конечно, тоже узнать конкретно на каких, потому что здесь у меня уже появляется вот эта вот видимость с тем, что какие у меня листы, да, привязаны к отдельным элементам. Вот. Соответственно, это улучшает поиск, это улучшает другие возможности. Также мы работаем над так называемым централизованным row-level security. Это когда вы сможете на уровне таблицы задавать какую-то ролевую модель, и она будет применяться ко всем дата-сорсам, построенным на этой таблице. Мы ожидаем, что эта функция была объявлена на нашей табло-конференции. Вы можете послушать запись нашего Keynote, запись наших DevZoneStage и Keynote, в котором мы описывали эту функциональность, да, и те функции, которые мы ждем. Вот. И в целом табло-каталог и Data Management Adon будут расширяться и пополняться новыми функциями. Например, в последних версиях, я не знаю, заметили ли вы или нет, но я могу редактировать мои flows прямо на сервере. Вместо того, чтобы скачивать их в десктоп назад, у меня здесь фактически появляется мой табло-преп, и если мне нужно внести какие-то даже небольшие изменения, как-то потрансформировать мою трансформацию, и мой поток, я могу легко это сделать через режим веб-редактирования. Это все такое приближение к большему селф-сервису, чтобы можно было максимум делать на сервере. Да. Ну, вообще, как бы наша цель, чтобы максимум всего, чтобы аналитику как можно реже нужно было выходить даже в десктопное приложение, потому что, естественно, да, десктопное приложение у нас не всегда с собой. Десктопное приложение, возможно, я там, не знаю, работая на трех разных компьютерах, да, там, я могу установить десктоп только на два, вот, а на третьем мне неудобно подключаться и так далее, и прочее, поэтому есть много разных вопросов, которые это закроет. И также мы видим, что в новых версиях табло-препа, как я уже до этого освещала, табло-преп как бы уже двигается в сторону таких более коммерческих ETL-тулов, когда мы можем записывать это назад в базу данных, да, и, например, потом строить даже какую-то дополнительную трансформацию над созданной трансформацией, то есть делать некий там стейджинг и так далее, и потом делать трансформацию над каким-то новым объектом, созданным из базы данных. Вот. Это, в общем-то, такое, то есть, поскольку мы не обсуждали сегодня подробно функциональности самого преп-контактора, это такое короткое овервью нашего табло-каталога, что он может и что он показывает. Также в комплекте с табло-каталогом идет так называемая мета-дейта API, которая позволяет вам эти данные, эти мета-данные у ваших источников обращаться к ним программно. Соответственно, если вам это интересно, вы также можете как-то взаимодействовать с ними, делать апдейт этих данных, да, или запрашивать, например, какие-то, в скольких там объектах моей аналитики используется такой-то объект базы данных, возможно, какую-то эту аналитику записывать обратно в ваше хранилище для каких-то задач, то есть количество возможностей здесь абсолютно огромное, и самое важное, на что это нацелено, что с тем, как мы предоставляем более сложные структуры данных внутри BI, мы хотим предоставить вам качественные инструменты по мониторингу качества этих финальных данных, потому что когда у нас данных становится много, источников много, в этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Нам нужно понимать, что эти данные, что им можно доверять, что эти данные корректны, да, также, что есть люди в моей компании, которые отвечают за качество этих конкретных данных с сертифицированными источниками, и то, что каждый пользователь может это отследить для себя, да, то есть, естественно, не каждый пользователь увидит все существующие источники, но если у него есть разрешение, доступ к каким-то источникам, он может также проследить эту трансформацию, эту логику и знать, что если он сегодня скачивает этот отчет и показывает его кому-то из своих коллег, то он абсолютно может ему доверять и, как бы, может на этих данных не перепроверять их 10 раз, да, потому что есть люди, которые отвечают за качество здесь. Продолжение следует...